Так, друзья мои, надо внести некоторую ясность по поводу моего видео про подругу, про измены и вот про женщину, потому что я увидела много комментариев про то, что ты лезешь в чужую жизнь, тыры-пыры, там то-се, пусть разбираются сами, мужика надо там, к мужику, там, а что ты про бабу про эту рассказываешь. Друзья мои, я понимаю, ситуация такая деликатная, я же вас предупреждала в начале видео, деликатная, но меня подруга попросила, понимаете, я же эту ситуацию взяла не просто так вот и взяла, да, она меня попросила это сделать, ей это нужно, и я сделала, я рассказала эмоционально. Вот что я как бы себя немножечко виню, может быть, чуть-чуть, что я рассказала излишне эмоционально, но мои эмоции были взяты из моего личного опыта, понимаете, друзья мои? Может, конечно, я подливаю немножко вот этой своей эмоциональностью масла в огонь, но я говорю так, как есть, потому что у меня ситуация с первым мужем была, вот даже очень аналогично, единственное, там ребёнка не было, да. Вот эти женщины, они как только понимают, что пахнет жареным, они сразу идут в кусты, они говорят, я не при чём, вы там всё сами решайте, я не при чём. Ну, вы считаете, что это нормально, что женщина взрослая, у которой есть отношения, и это нормально, что она вступает в отношения с мужчиной, который не одинокий, ну и так далее, да, конкретно по истории. Разве это нормально? Мужчину мы не трогаем, но я говорю чисто с нашей женской позиции. Разве это нормально? Между нами, бабами, когда... Понимаете, если ты хочешь с кем-то трахаться, если ты хочешь потрахаться, возьми, забирай, в отношения вступай, и шпёхайте, спите, делайте... Мне там писали просто комментарии, каждый имеет право спать с кем хочет. Ну так забирайте, вступайте в отношения и спите. Но какое вы имеете право вот так вот себя вести? И в тот момент, когда вас вставят перед фактом, что вот-вот, ты ведёшь себя так, ты вот так ручки умываешь и говоришь, а это без меня, это без меня, вы там решайте сами, я ни при чём, это у вас там проблема, я вообще ни при чём. Нет, зайки мои, вот это очень плохо со стороны вот женской нашей, да, потому что мы, женщины, всё равно между нами должна быть какая-то женская солидарность, какая-то договорённость, да, что, ну как бы сказать, чужое не трогаем. Ну понятно, мужики, кобелины, они все кобелины. Ой, простите, вообще мужиков не люблю, зайки, мужики все кобелины, все, им доверять нельзя. Но мы-то женщины, между нами должна быть какая-то солидарность. И вы вот, кто-то акцентировал внимание, что я ругаю именно сорокалетних тётенек. Я не ругаю сорокалетних тётенек, просто от сорокалетних тётенек ты как-то ожидаешь более умного, что ли, поведения. Вот ладно, вот Рая вот эта, Сизова, да, она там была вообще соска какая-то, ей там было то ли 23, то ли... Ну она была моя ровесница, мне тогда было 23, и ей было как-то вот так. И ты так, смотришь, думаешь, ну ладно, ты тупая, ты молодая, да, ты там... И вот это для тебя ещё как-то это позволительно поведение. Но ты взрослая женщина, и я не буду говорить, что у тебя и как, ещё и что, потому что это уже более конкретика. У тебя опыт, у тебя всё это есть, ты там это, ты там всё, ты это пережила, у тебя так... И ты позволяешь себе влезать в чужие отношения, вот понимаете? А в нужный момент взять, умыть руки, это непозволительно. Это непозволительно, женщины так себя не ведут, не ведут, вы понимаете? Я понимаю, вы мне там пишете, что вот так мужчине ничего, а вот женщина... Вы знаете, я вам скажу так, я понимаю свою подругу по поводу того, что... Она вот говорит, что мне нужно, чтобы она передо мной изменилась. Я вспоминаю свою... Я её понимаю, я вспоминаю свою историю. Вот в тот момент, в тот момент, когда я тоже этой Рае написала и говорю, что ж ты это делаешь? Что ж ты это... Мать моя, кстати, этой Рае тоже писала. А Рае сказала, я ни при чём. Я ни при чём, это у вас проблема, это у ваших дела, меня вообще не суйте. Меня вообще... Если бы в тот момент Рае бы сказала, там, например, а у нас любовь, да, у нас любовь. Он мне сказал, что ты вот такая, ты ему... Ты там всё учишься, работаешь. Я училась в колледже, да, я работала. Ты внимания не уделяешь, ты на него забила, а у нас любовь. Я его люблю. Да, я хочу, чтобы он был со мной. Ой, я его забираю, я хочу, чтобы он был со мной, потому что мы любим друг друга. А ты, ты вообще никудышная жена. Ты вообще, ты вообще, всё, короче говоря. Он уходит ко мне. Вот если было бы так, я бы сказала, ну, ну, ладно. Или если бы было так, она бы сказала, слушай, ты знаешь, ну, чёрт попутал. Чёрт попутал, да, я повелась, да, была какая-то влюблённость, флирт. Я всё понимаю, я влезла. Прости. Я тебя понимаю. Я понимаю, что я сделала. Ну, бывает, да, такое? Я понимаю, что я сделала, я влезла, я не должна была так делать. Прости. Прости, я не должна. Если можешь, прости. Я оставляю вас. Я больше никаким образом не влезу в ваши отношения. Просто прости меня чисто по-женски, если можешь. Но нет. Она умыла ручки. И это было не в первый раз. У неё это было не в первый раз. Они со своей сестрой Тамарой так делали. Они вот это разрушали, а потом кидали. И она мужа моего первого кинула. Он, там же перед Новым годом было, он пошёл к ней как бы встречать Новый год. Она попросила там что-то, какой-то подарок, дорогую собаку. Он ей не подарил. Она его кинула. Они кайф ловят. Они вот это попользуются, попользуются. Что-то вот им надо. Там кому-то секс нужен, кому-то какие-то подарки. Кто-то, может быть, вообще получает удовольствие, что вот он всё разрушает. И ручки умыла и ушла. Вот такое поведение женщинам не может быть простительно. Женщины. Зачем вы так? Давайте начнём так. Давайте закончим это видео вот так. Женщины, зачем вы так делаете? Зачем вы так делаете? У вас травма. Вас в детстве недолюбили. Или с вами, может быть, так же произошло. Может быть, вас тоже так кто-то кинул, и вы просто озлобились на других женщин. Ну что с вами не так? Что с вами не так? У вас есть всё. Что, неужели вот всё есть? Вот всё есть. И нужен какой-то вот... Я не понимаю. Вы можете мне объяснить? Но вот эти все ваши комментарии, друзья мои, подписчики, я смотрю, что активизировались просто все. Женщина не может себя так вести. Взрослая женщина, умная, опытом, и сама, я думаю, в своё время кинутая, оставленная, одна, я не знаю, как там, ну там, скорее всего, так, да? То же самое всё это, вот, то же самое фактически. Но она не может себя так вести. Ну а почему вы себя так ведёте? Но если вы себя так ведёте, ну наберитесь вы смелости сказать, ну раз вам не нужен этот мужик, вы решили, что вот всё, нафиг. Ну наберитесь вы смелости обратиться вот к той женщине и сказать прости. Прости, если можешь. Я понимаю, какая это грязь, я в это влезла. Просто прости меня. Понимаете? Чисто по-бабски, по-нашему. И той станет легче, вот той на душе легче станет от раскаяния. Та же ситуация была у меня со стоматологом, этим Кариндясовым Гербелевым. Они кинули меня в стоматологии сидеть. Он, этот Гербелев, меня вывел вниз, испортил мне зуб и кинул. Даже не обратил внимания. Я сидела, мучилась, страдала. Вот по-человечески подошёл бы и сказал, прости меня. Прости, если можешь, я испортил тебе зуб, ты молодая. У тебя все зубы хорошие. И вот, где? И вот. Нет, вот тут. Вот. Вы знаете, как мне до сих пор больно, когда я на своих видео улыбаюсь и вижу этот зуб? Вижу этот зуб. Но если бы он сказал, прости. А он не сказал, он не подошёл. Он просто напакостил и выкинул меня. Выкинул меня за дверь. Вот о чём это было видео, о том, что нужно просить иногда прощения. Если ты нагадил другому человеку, имей силы, смелость, совесть попросить прощения. Друзья мои, мой канал нуждается в вашей материальной поддержке. Очень сложно делать что-то каждый день и не получать за это никакого вознаграждения. Небольшая сумма, любая, совсем незначительная для вас, очень поддержит моё творчество. Вы можете задонатить мне напрямую на карту ВТБ, все данные указаны в описании. Либо перейти по ссылке на Donation Alerts и также сделать любой донат. Любая сумма, удобная для вас. Также вы можете поддержать моё творчество в моей группе ВКонтакте Невротичка Оля, став моим доном и таким образом получив доступ к закрытым видео. Видео выходят каждую неделю. В них я раскрываю тайны своей жизни, рассказываю о том, что действительно меня волнует и обсуждаю темы, которые нельзя обсуждать на массу.